Всем привет! Мне очень повезло, что мы сегодня едем в фирменном поезде, да ещё и новом, где есть всякие занавесочки. Я взяла плацкарт вниз, есть занавесочки, много всего. В общем, сейчас вам всё это дело покажу подробно. Туалеты и всё-всё-всё. Мы попали в новый вагон. Смотрите, вверх. Пока здесь никого нет, снимаю. Что наверху у нас здесь интересненького? Сеточка. Там у нас выключатели какие-то. Это я посмотрю себя ближе. Вот здесь мне понравилось. Для верхней полки. Прям подумали о верхних жителях. И вот такие. А так, пить. Люба сейчас даст ребёнку попить. Так, что мне нравится, это вот такие вот занавесочки, где можно закрыться, потому что везде, где мы ездили, я закрывалась одеялом. Наверху у нас для багажа вместо. В принципе, смотрите, какая сумка огромная встала туда просто. Вот. Но мы не вверху, мы внизу. А вот что здесь, лестницы какие. Вот так вот поднимаешься по лесенке. Это наш, двадцать девятый. Опачки. Люба, ты тоже контент. В общем, мы здесь пока развалились. Сейчас попозже всё покажу, что там за всякие у нас зарядочки, кнопочки. Боковушечки тоже. Аккуратненько всё сделано. Тоже занавесочки, вверху, внизу. Наверху вот такие вот... Так, здесь внизу у нас есть своя зарядка, прям у изголовья. USB-зарядка, если вдруг даже нет адаптера. И свет включается. Свет такой модный. Классный. Деньке понравится. Да, День? Так, что здесь у нас? Что-нибудь откидывается? Здесь ничего не откидывается. Здесь вот такой замочек, смотрите. Не замочек, а крючок. Так. Здесь у нас снесено. Вот здесь даже вот такая вот есть. Авоська. Ну и, в общем-то, мягкая стенка. Ничего нигде не снимается. Ну вот Дэнни играет тоже. Стол обычный, как был, в принципе. Нет, нет, тут лучше стол. Тут стол не мешает. Вот эта штука, смотрите. Большая. Она далеко? Стол побольше стал. Да, стол больше. Стол больше. Место внизу нормально. Сейчас уже готовим. Ой. Место внизу нормально. Наш большой чемодан встал. Ну и вот тут маленькое местечко ещё. И самое классное, что придумали, это вот такую занавеску. Это вообще огонь. Она уже туда натягивает. Да, она встал. Да. А, ну тут можно оставить. В принципе, чтобы проветривалось. И вот так вот прятаться. Класс. Есть на кушах. Короче, поезд приходит. 5,50. Держит, 6,50. Короче, я восторг. 6,5. Трогаемся. Да вот он ты, вот он. А-а-а. Давай смотреть в окошко. Всё. Пока, Москва. Поехали. А, смотрите, какая здесь шторка. Другая. Какая красивая. Ух ты. Смотри, Дэн. Она мягкая ткань. Ой, а здесь, наверное, две. Нет? А, нет. Это ничего не убирается. Только одна вот такая. А, нет, есть. Смотри. Одна вот такая. И вот такая. Две. Две. Офигеть. Очень круто. Щуки. Ой, вот так вообще классно. Мне нравится. Очень красиво. Как. Класс. Он пошёл впереди вас. Так, момент ещё один здесь увидела. Вот в старых поездах. С одной стороны вот такой крючок. И с другой стороны крючок. Я сюда вешала сумку. Здесь его нет. Поэтому мой рюкзак вот стоит сейчас. Я не знаю, куда его удобно сложить. Вот. А здесь я сложила все вещи, повесила. И чтобы они не торчали, я их вот так вот все попрятала сюда. И немного свой пуховик тоже запихала туда. Хорошо, что он у меня может сложиться просто в маленькую вот такой вот кулачок. Его можно было вообще весь сюда запихать. Ну вот, в общем, вот так вот. Ещё я поглядываю наверх. И смотрите, что я нашла. Какую-то петлю. Что это? Раню. Что это за петля? А, петля? Залазить, наверное, нельзя. Залазить? На третью полку? А, держат. Не, ну а с другой стороны эти у нас находятся. Ну, люди разные есть. Может, кому-то надо руку подняться подняться. Может быть, если за неё потянут, что-то произойдёт? Ничего не произойдёт. Надо будет проверить по почте. Залезла наверх. Время, обращайтесь по любому. Это просто ремешок, чтобы подтягиваться. А вот здесь громкость. О, такого нету. В ресторане можно есть. Громкость, но пока ничего не играет. Вот залезла на верхнюю полку, чтобы посмотреть, как тут у них всё устроено. Ну, ровняк и мороженое. Так, вот здесь выключатель и USB. Здесь розетки нет, но есть USB. Это вообще очень круто. Наверху. У нас два туалета. С каждого края вагона. С каждого края туалет. Мы везде посмотрим. Туалеты посмотрим везде. Всё заправлено, как всегда. У нас тоже есть вот такая вот занавесочка. Появится вопрос. Прямо из... Изверх. Всё, краны сенсорные. Просто достаточно ручки поднести, посушить и помыть. Сенсорные экраны в туалете. Мы обязательно сходим в туалет. Но, честно говоря, вот наверху, так как я часто езжу наверху, мне вот это очень нравится полка. Офигенная. И телефончик положил, и водичку свою поставил, и хрумкой. И не надо спускаться туда вниз, как обычно я это делаю. Так. Ну и вот эти штучки мне нравятся. Смотрите, они здесь мягенькие, кожаные, чтобы ничего не давило нигде. Но только в верхней части. А снизу как бы аккуратно надо ребёнка в ту часть ложить. И стол всё-таки, мне кажется, здесь удлинили. Он более длинный. И вот такие есть штуки. Кстати, в купе обычно такие. Для водички, для стаканчиков. Вот теперь здесь тоже такие. Ну и как всегда, вверх заправлен, низ нет. Я уже смотрела где-то обзорчики такого нового вагона. И как видите, матрас здесь немножечко не помещается. Так как здесь у нас вот такая вот деревяшечка. 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 И вот, пожалуйста, немного торчит. Ну, нужно выбирать. Либо верх торчит, либо низ. Но мне кажется, что здесь должно быть удобненько. И ничего лишнего. Поэтому всё будет в ногах у нас. Так. Вот это, конечно, неудобство. Лёгкое. Работа. Всё, застелилось. Денька уже заряжает по USB себе телефон. Маленький вообще. Маленький туалет, да? Сейчас посмотрим. Аккуратно. Так, мы здесь рядом у туалета. Смотрите, как тут всё выглядит. Такая дверка. Открываем. Ой, маленький тамбур. Маленький тамбур. Так, здесь всё как обычно. Кто-то не закрыл двери. Всё как обычно. Всё как обычно. Так, маленький тамбур. Здесь у нас мусор. Мягкие открывашки. Тут у нас завтрак, обед, ужин. Цены. И вот одна вот такая вот. Понятно, что они с двух сторон, потому что здесь одна. Смотрите, даже пеленальная. Пойдёмте посмотрим. Туалет. Форточку. То, что нам рассказывал мужчина. Хорошо, что форточка есть. Так, туалет весь уже обусанный. Так, кто там? День, конечно. Кричит мой. Что-то двери плохо закрываются. Так, вот она и я. Ну, в общем-то, красивая раковина. Сенсорная. Я помню, что видела. Ой. Это сушка. А это... Это всё сушка. А водичка. А, вот водичка. Класс вообще. Мне вот это нравится. А ещё смотрите, здесь бумага где-то. Вот она, вот здесь бумажка, я вижу. А здесь, видимо, сенсорная. Но я не буду. А то придётся мыть. Так, вот здесь мусор. Тоже. Здесь у нас туалетная бумага, которая закончилась. А, вот пеленальный столик, смотрите. О, класс. Вот это вообще нужная вещь. Пеленальный столик уже даже с простыночкой. Супер. Вот так вот делается. Так, ну и чё? Ну и всё. Какой-то бумажки для унитаза. А это смыв. Да? Смыв. Ручки какие-то. О, здесь даже биде. Биде даже есть. Ну, в общем, вот маленький такой туалетик. Дэн, чё ты за мамой не скучал вообще? Нет, он вот знакомился с Лерой, с Вовой, с Анечкой. Дэн, всё, тебе дядь понравился, да? Ну, меня вон с кем знакомиться. Ага. В общем, в целом посмотрела вагон. В целом он мне нравится. Плюсов на самом деле намного больше, чем минусов. Но нам ехать целый день, поэтому я ещё поэксплуатирую этот вагон. И расскажу вам, какие ещё нюансы здесь будут присутствовать. Пока всё замечательно, и я, честно говоря, очень хотела попасть в этот вагон прям, и снять вам его, и прям в нём поездить, да посмотреть. Вот, так что потом ещё поделюсь впечатлениями. Пока буду наслаждаться. Так, а теперь снимем бар. Как здесь, вау, какая штучка. Холодная вода, горячая. О, мне вот это нравится. Красиво всё, стильно. О, и здесь, смотрите. Ну, здесь всё то же самое, наверное, да? Хотя, может, поновее. Но раковина, смотрите, какая здесь классная. Новомодная. Местечко рабочее. Так, здесь есть ещё один туалет. Пойдёмте посмотрим. Такой же? Так, кто-то там заперся. Ждём. На задний, на задний. Ага. Вот так это всё делается. Слушай, холодная вода – это супер. А у вас прям холодная вода, то есть питьевая, да? Она питьевая, но не через чёрт холодная. Ну, такая прям. То есть можно воду не покупать, да? А просто и на зря. Супер. Не, ну она ж не из крана, она фильтрована. Нет, конечно. Она ей через обеззараживатель, что добавок в руку, поэтому надеть. Ну всё, экономим на воде. Ну я уже купила воду себе, но всё равно. Так, а это что такое? А что это такое? Здесь что можно посмотреть? Просто полистать, посмотреть, что это сервис-попутчик из себя представляет. Сервис-попутчик? Да. Ну так, здесь для ознакомления, но заказы здесь вы не сделаете, вы можете только через телефон зарегистрироваться. Ну как меню, да? Электронное такое. Так, вот всё, электронная панель для ознакомления этого вагона. Классно. Сбольза. Ну продаётся здесь всё то же самое. Ну да, в принципе, это не меняется. Классно. Звоночек. А это что? И этот ещё пришёл. Фильмы. И чё пришёл? Не нажимаешься. И мусор, кстати. Внизу вот здесь мусор. Тоже удобно. А то обычно в вагонах в одной стороне только мусор. Там вроде освободился туалет. Да. Ну здесь всё то же самое. Зеркальце. Туалетик. А, крючки ещё. Два крючка. И тоже вот пеленальная ещё одна. Классно. Ещё, кстати, к вопросу о еде. И о еде на вокзалах. Зашла здесь. Тут какой-то там продают. Представляете, нашла бомбар. Протеиновые печеньки. Даже у моей девочки, которая продаёт вот этот бомбар, печенек вот этих не было. И я хотела попробовать вишнёвый. Короче, я их много набрала. Протеиновые печеньки. Вишнёвые и ещё какие-то. Так что это вообще очень круто, что об этом позову. Заработили. Полная сумка протеиновых печень. Что об этом люди заботятся. О нас. Дэнни очень понравился дяде. На рыбалку говорит, пойдём. Он его обнимает. Я не знаю, что это такое. Он очень редко, но тянется вот так. К людям. Незнакомым. Ко мне, между прочим, все дети так. Племянники, племянницы. Там родители ходят, они ноль эмоций на них. А по мне ползают. Знаешь, что они залазят и прыгают со мной. Ну и жучок. А вот и я пришла за чаем. Ой, можно же разбавить вот это. Класс. Чё вода мутная? Потому что насос подаёт и налетает. А, за насос? Кислород. Огонь. Да. Так, ладно, пусть будет горячее. Пусть лучше остынет. Всё, уже нормальная водичка. Денька отжала у мамы печенька протеинного. Дай маме кусить. Дай кусить. Нет, нельзя кусить. Вот уже время близится к вечеру полчетвёртого. Люди зачехляются, прячутся. И так как-то все обособлены. Что-то в этом есть. Пятки чьи-то. В общем, прикольно. И я вот уже в домике. На что мы залезли. Вот так это выглядит всё изнутри. И-а, и-а, и-а. И-а, это ты? И-а. И-а. В общем, мы в домике. Всё завесилось. Тут небольшое отверстие. В целом, мы в домике. Денька играет тут с пакетиками чайными. Еле-еле уговорила его залезть сюда. А я чё-то так вымотала часа. Устала. Устала. Айси. Нравится тебе поезд нового? Чайный пакетик. Тесс. Реклама. Скрытая реклама. Лимон. Лимон. Влажная салфетка. Эй. Обезьянка. Обезьянка. Обезьянка, это ты. Привет, мои девочки. Я уже дома. И хотела закончить видео с новым этим поездом. Что я всё-таки про него думаю. Потому что мы проехали в нём 16 или 15 часов. И, конечно же, есть в нём свои неудобства. Я уже говорила, что плюсов, конечно, больше, чем минусов. Но из минусов хочется сказать сразу, что это маленький туалет. Он реально намного меньше, чем тот, который был. И, например, вот, я не знаю, мне кажется, даже одной туда, если я иду в этот туалет, вот просто по-любому ты зацепишь этот унитаз, ободок унитаза, как бы всё время хочется в туалете, знаете, зайти. И так, чтобы ни до чего не дотрагиваться, да, сходил в туалет и вышел. Но лично у меня так. И когда я одна туда иду, блин, я там вылазаю, то есть там впритык дверь открывается, она прям почти вот так вот местечко остаётся до унитаза. И как бы ты не можешь выйти оттуда, пока не оботрёшь всё. А с ребёнком, представьте, вдвоём, ну, очень неудобно. То есть вот это меня в туалет ходить каждый раз напрягало безумно. А ещё с нами ехал мужчина, у которого была сломана нога, он был на костылях, я вообще не понимаю. Он сходил, он говорит, вообще не развернуться там просто в этом туалете. Самое удивительное, что туалет с двух сторон, с одной стороны и с другой стороны. И места в них одинаково мало. И у меня вопрос, куда делось это место, которое было... Ну, вагон же стандартный остался, да? И в прошлом вагоне, в старом, да, там два туалета, там большой тамбур. Это с одной стороны. И с другой стороны там туалета нет, но обычно там кладовая или ещё что-то. Но я имею в виду, что много места. Куда дели это место? Почему туалеты такие маленькие с двух сторон? Ну, вот, это один момент. И, наверное, это всё. Всё остальное, наверное, одни плюсы. Только вот с туалетом вот эти минусы. Всё остальное реально одни плюсы. Всё где-то стало больше, комфортнее. А, то, что я вам говорила, вот эта вот петелечка, да? Не совсем удобно, что всё перенесли на одну сторону. И, например, вот у меня в одном месте вещи висели, а в другом месте сумка висела. Да, было как-то удобно. И поэтому рюкзак у меня был просто в ногах. Вот это уже дискомфорт. Особенно зимой, да? Лето может быть нормально. А вот зимой, когда и вещи нужно повесить, и сумку надо повесить, как бы некуда. В целом всё хорошо. Реально с розеточками очень классно придумали, что два телефона можно заряжать. Вот я свой заряжала, и малого заряжала. Свет немного неудобно тоже. Свет немножко неудобно. Он так стоит, что всё время задевали. Всем и свет задевали. Если подушку кладёшь туда, ты облокачиваешься на подушку. И прям под подушку у тебя этот светильник, а он ещё такой мягкий, не жёсткий. Вот нажимать прям жёстко надо, да? А он прям такой мягенький. И вот он, бывало, включался ночью, этот свет. Вот. Но в целом всё хорошо. Места для сумок внизу стало даже больше. Стол стал больше. Стол, кстати, можно ещё и складывать, убирать полностью. Но на основании всё на нём было, поэтому мы не убирали. А вообще так тоже пространство больше. Можно стол так сложить, прям убрать. Ну, так сказал мне человек напротив. Мы не пробовали. Вот. И, конечно, вот эти шторки, на самом деле, всё делают шторки. Вот эти шторки, они просто делают всю атмосферу. Люди реально в плацкарте чувствуют себя очень, как это, обособленно, да? Каждый спрятался под шторку, и всё, и что ты там делаешь. Плюс то, что шторки одного цвета, это уже не выглядит, знаете, как вот этот плацкарт, где понавесили тряпок, да, и ты как будто в бараках каких-то. Нет, оно всё выглядит очень стильно. Даже мне напомнило чем-то хостел, знаете, который, где такая большая кровать, там всё так аккуратненько, всё под дерево сделано. То есть всё очень стильно, как какой-то такой космический даже немножечко поезд. Я реально хотела очень давно поездить на таком, проехаться на таком поезде, почувствовать, как это, что. И, ну, реально очень круто, очень классно. Ты чувствуешь себя не как в обычном плацкарте, да, а чувствуешь себя даже вот как будто в купе, да, реально. И даже лучше, чем в купе, потому что есть такие купе, что не очень кайф, да. Вот. Мы брали себе все места внизу всегда. Я поняла, что теперь надо всё время с ребёнком брать внизу. Раньше мы наверху брали, ну, в принципе, прикольно, он любит наверху у меня лазить. Сейчас брали всё внизу, и как-то удобно, потому что я заметила, что когда ты берёшь наверху, а внизу есть люди, всё равно ты себя чувствуешь каким-то лишним человеком на празднике жизни. Они сидят там, кушают, та-та-та-та, а ты всё время как бы подвигаешь там, да. Всё время как-то ты, короче, обособлен, не пришей рукав, в общем. Короче, мне очень понравился этот поезд, я рада, что я на него попала. Всё-таки, да, он намного лучше, и даже эти минусики, эти минусики, ну, особенно если вы один едете, то вообще, в принципе, такие нормальные, незаметные. Вот. Всё. Пишите в комментариях, как вам новый поезд, новое вот это оформление. Пишите, кто ездил уже, кому нравилось, может быть, кто-то видел. Кстати, такие поезда, по-моему, нельзя заранее, ну, как бы, увидеть и забронировать. Хотя, напротив, человек мне говорил, что, да, можно, там, вроде, там вот есть, типа, животные запрещены или, там, животные разрешены. Говорю, я всегда выбираю, чтобы животные, ну, как бы, у меня и животных не было в вагоне. И всё, говорю, больше там никаких опознавательных знаков нет. Ну, типа, повышенной комфортности. Но у нас есть и старые вагоны повышенной комфортности, насколько я знаю. В общем, не угадаешь. Я даже где-то смотрела видео, и там было, что вы не угадаете. То есть вы покупаете себе фирменный поезд, та-та-та. Но именно вот этот вагон, это вот как попадётся. Потому что их сейчас немного, их реально приставляют, их всегда меняют, они не одни и те же. Поэтому как попадётся, и вот мечты сбываются, желания сбываются. Я хотела, и вот неожиданно для себя получила. Всё, пишите в комментарии ваши отзывы, что думаете. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Я только прихожу в себя. Влога с поездки, естественно, нет. Вот, влог вот такой у нас получился с поезда. И я ещё такая, вот такая, вообще вот такая вся. Но уже куча дел нужно делать. Я прям боюсь к телефону подходить, потому что там куча сообщений, всего-всего. В общем, мы вернулись, приходим в себя и в ритм. Сегодня Денька дома, в садик не пошёл. Пусть дома тоже, как и я, отдохнёт немножко. Ну и всё, начинаем. Новый год скоро, с наступающим всех. Уже всё такое нарядное, красивое. В общем, прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok